здравствуйте друзья помнится когда я начал заниматься страхованием а это такой бизнес знаете он весь расписанный прописанный там все известно там измерено промерено чего как что в общем там все такое научное ну и там тебя обучают как делать бизнес вот я уже к этому моменту лет 10 школу имел и с большим интересом как бы узнавал что все как я делал бизнес раньше было большой ошибкой хотя бы оставалось только понять почему же все таки это был довольно успешным всем предприятия тут ну там правда конечно интернет бум обвалился но пока рынок то был хороший так вроде все работал но не суть короче вот там есть такое понятие centers of influence я не знаю как по-русски называют этих людей когда изучают там как нужно маркетировать там твой продукт или твои услуги но вот эти вот центры влияния до centers of influence центре влияния это люди у которых как бы есть выход на большое количество людей и соответственно ну как бы какой-то уровень доверия наверно к ним тоже есть не то что он знает 100 человека они как бы прислушиваться и вот я почему вспомнил эту хохмочку потому что вчера началась новая группа и там в общем тогда довольно плотненько их там было по 30 человек хорошо для июня месяца совсем неплохо и вот я их опрашиваю как всегда я откуда кто взял цену смысле как они узнали про школу и там сидит мальчик но буквально из школы прямо вот совсем тут год поработал школу закончил год поработал трак водил а такой знаете мальчик некрупный такой знаете довольно такой небольшой и не не русские не индуски а какой то вот я я не знаю какой у него там этнический там этот бэкграунд но какой-то такой мальчик хороший симпатичный и когда до него дошло я говорю а ты как нам как узнал о нашей школе он мне мама сказал я говорю а мама училась у нас нет говорит мама бухгалтером работает она налоги считает вот она сейчас у нас налоговый сезон то как раз вот совсем недавно к 15 апреля так люди должны свои налоги запустить производство соответственно у тех кто помогает с налогами их большой большой сезон много работы вот где-нибудь между январем там и апрелем но я говорю так и чего он говорит а у нее говорит много народу с хорошим бабками и она говорит тыр-пыр откуда люди ну то есть она их знает давно и она знает что они как бы ну что называется лапу сосали это так можно сказать оптимистично и а тут значит вдруг эти и она начинает выяснять я и выясняется вот что есть такое место но я на соответственно сына к нам и поставил очагать пацану трак водить вот такой значит интересный оборот хочу сказать что если вот она как раз вот этот самый center of influence да то есть она она знает кучу народу она налоги считает это сотни людей это не то что там 20 или 30 человек люди которые этим занимаются у них сотник сотни клиентов и соответственно она имеет какой-то взгляд на жизнь определенный ну не суть так вот как когда мы были школой такой знаете с существенным содержанием процента с существенным процентом студентов с русской улицы вот я обратил внимание что интересным таким центром влияния являются парикмахеры причем не вообще парикмахер сами понимаете а парикмахеры у которых стригутся бедные люди которые ничего не зарабатывают тогда таких много было и там есть люди которые за пятерку стригут за десятку стригут на дому стригут потому что если ты уже в офисе смысле в салоне ты кресло арендуешь соответственно за это кресло уже платить надо соответственно ты не можешь за десятку или даже за пятнашку в салоне стричь ты уже должен брать там хотя 25 там 30 и больше да ну вот соответственно вот были такие парикмахеры которые по домам там я помню в одном месте мы только приехали и тоже вот так стриглись на дому какого-то парня за 5 долларов в сан-франциско и нас спрашивают а вы за сколько стрижетесь я говорю вот за 5 долларов там они видят а фут стемпами такие были талончики бумажные в то время сейчас пусть темпы эта карточка пластиковая а тогда а за путь стемпы я говорю разве можно запустим посмотреть а где-то вот наш стрижет за путь степка давайте я поверну камеру пока еще светло может быть даже вы меня увидите немножко открыть сзади вот эти самые centers of influence были как раз вот парикмахер я хочу сказать что лучше чем парикмахеры ничего не работало потому что парикмахер пришел клиент и давай там они может за десятку тебя постригут а на остальные они возьмут разговором задушевным и вот когда люди потихонечку там прорываются даже не обязательно сама женщина первая может ее муж там брат пошел туда-сюда парикмахер сразу на ус мотает потом приходит новый клиент на парикмахер ему рассказывать а когда таких у тебя 2 или 3 там или 5 или 10 так она уже только об этом но как бы тема такая становится очень актуальна вот думаю думаю где у нас еще магазины русские тоже могут то есть когда знаете как когда отношения когда так все маленькое тут на местности все друг друга знают но более-менее знаю вот тогда и русский магазин тоже хорошо но но конечно друзья с с с парикмахерами ничто не сравнится и надо сказать что те которые налоги делают с них тоже были какие-то посылы в наш сторону но немножко я я такого вот не видал я скажу что это мы гораздо больше им послали людей которых наконец появлялась за что налоги платить так с чего налоги платить вот мне кажется мы гораздо больше к ним бизнеса отсылали вот такая интересная история так что друзья если хотите делать бизнес на русской улице значит имейте ввиду парикмахеры это все счастливо а